Девушки отдыхают И находится наш батальон, наши роты А база находится у нас в Волчевске Находимся мы в бригаде Мозгового Его подразделение Часть его подразделения Начинал я еще с самого начала Вообще, еще стрелок приезжал на нашу базу Именно когда мы его встречали И вот он взлавил все это движение То есть Славянск Потом Ямполь, Северск, Лисичанск Вот Ну, в Горловке мы Там базировались немножко Как бы я там, но, там, боевых там Не принимал, а уже потом, когда мы Переместились в Волчевск, после Лисичанск Когда оставили Ну, хочу сказать, что стратегический принцип Лисичанск правильно отставить, потому что на тот период Было вооружение очень минимальное Вообще нечем было, если танки у нас Против танковые ручья Были максимум, все Не было ни с чем защищаться, потому что Лисичанск пришло Оставить, вот, но Переформировавшись сейчас, мы очень хорошо остановили Когда было Дебальцево взято Вот, то есть, как раз вот получается На тот период у меня было сотни оказателей Сейчас уже батальон организовался на том месте То есть мы остановили их под Дебальцево Как стали там И уже дальше не пустили Потом вот это И даже бы, если бы не вот это вот перемирие, скажем так Они уже вывешивали белый флаг Дебальцево И пытались уходить уже И в принципе на тот период у нас было возможно Силы и, скажем так, ну, кураж своего рода Движение вперед Ну, так получилось Сказали нет, нет, остановились И вот сейчас, как бы, топчутся на месте Алчевск, нет, в Алчевске боев не было Алчевск не обстреливался Вот, в основном На передовой выезжали На передовой, да, там, где мы стоим Бои у нас не прекращаются И сейчас ведутся обстрелы мирного населения Каждый день У нас каждый день есть потерпевшие Погибшие, раненые Соблюдается ли Минский договоренность Украинской стороной? Нет, конечно, абсолютно нет Они ведут Так же, как и вели Единственное, что Нет моментов наступательных То есть бронетехника, как Если раньше, допустим, выходила На наши позиции Велись с ними Ожесточенные бои, скажем так То сейчас они просто обстреливают Техника не переходит Ездит у них там Савушки, ноны И по-тяжелому обстреливают Командиры и его бойцы Уделяют особое внимание людям Которые оказались в сложной ситуации Помогают восстанавливать разрушенные дома Заботятся о подшипных учебных заведениях Всячески способствуют решению Насущных проблем Одиноких людей преклонного возраста Пенсионеров Матери с маленькими детьми В поселке Вергулевка Недавно был открыт Пункт медицинской помощи В нем принимает специалист Который готов оказать экстренную помощь Ну, на данный момент Сейчас немножко нормализовалась Эта ситуация Как бы Со светом были перебои Были несколько дней Здесь было на грани В общем Катастрофы То есть Не было света Несколько дней То есть Могли бы и трубы Расходиться И В этом плане Много чего могло бы Плохого Ну, на данный момент Сейчас вроде как Восстановили свет Вода отдала А то не было воды Долька с неделю Наверное не было Вот Сейчас вода вроде Восстановилась Свет восстановился Но в принципе Тяжеловато, конечно К сожалению Нам не удалось лично Познакомиться с бойцами Часть из них на передовой Ребята в расположении Были заняты нарядами Большинство из них Жители Донбасса Но есть и граждане других стран У нас есть сербы У нас есть французы Есть бразилец Ну, с Россией есть Приезжают Ну, большая часть Конечно, местного населения То есть Ну, я воюю давно И как бы со мной Еще с Славянской У меня много Ну, по области С Донецкой области Очень много Ополченцев со мной С Горловки Частности очень много Главная сила армии Народных республик В уверенности в победу Бойцы стоят на защите Своей земли С вооружением Которое прошло Отечественную войну Встречаются музейные экземпляры На ходу Есть брошенная техника Украинской армии Единственное В Ямполе мы отбили Там вот так Четыре метра Там Но они были Ужасными состояниями То есть Скажем так Больше Второй мировой войны Лично мое подразделение Я лично, допустим Не встречал Честно говоря Но Допустим То, что Приходили к нам И шли колонны Видели флаги Именно-именно Поляков Вот И шли Вот польские Мы видели И Как бы Просговаривали по-не нашему Наше время на блокпостах Но Это местное население Доложило Например Допустим Моя разведка Не видела Видели только Моя разведка Видела Как колонна Ишла Именно с ихним флагом Полностью колонна Ишла до Дебальцева И как бы Оттуда сказали Что были наемники Но непосредственно Я Не буду врать Не встречал Мы победим Здравие мысли Главное Придет Скажем В всей Так называемой Украине Она увидит Что такое хунта И как под ней живут Сейчас люди И я думаю Что наше правительство Которое Так называемое Сейчас Новороссия Она тоже Увидит нормальных людей Объединит их всех В одно В один флаг Оксана Волчонок Телеканал Новороссия Город Алчевск Луганская Народная Республика Субтитры создавал DimaTorzok